Как вас зовут? Кузнецова Зоя. На данный момент я учусь на третьем курсе в университете Силковой, в Международном университете. Занимаюсь я с пятого класса вообще разными видами спорта. Занималась лёгкой атлетикой, баскетболом. Потом серьёзно начала заниматься в 15 лет арн-рестлингом. Выиграла чемпионат мира среди юношей. Потом уже после перерыва, после рождения деда, начала заниматься пауэрлифтингом. В пауэрлифтинге уже имею награды. Я мастер спорта международного класса по жиму штанги и лёжи. Чемпионка Казахстана, чемпионка Азии. Уже два раза выигрывала чемпионат Азии по классическому жиму лыжи. Как вы вообще пришли в спорт? Вас вот здесь протянуло или вас в отстепили? Нет, меня вообще, знаете, как... Меня воспитывал дядя с тётей. У меня родители очень рано умерли. И дядя меня водил на фортепиано, в музыкальную школу. Но потом после двух месяцев узнал, что я вообще там не появляюсь. И оказывается, я бегаю на стадион. Потом узнали, что я занимаюсь спортом. И уже не стали торпятствовать. Сказали, если тебе нравится, занимайся дальше. Последние успехи. В том году мы все вместе ездили в нашей команде из зала. В Бае ездили. Я взяла там по классическому жиму лёжи первое место. Что началось, когда вы берёте первые призовые места? Ой, ну это, знаете, вообще такая гордость, когда стоишь, поднимаешь флаг Казахстана. Это вообще не передать словами. Такая гордость за Казахстан, что ты выступил. Не знаю, что не подвёл тренера в первую очередь. Это вообще очень прекрасные эмоции. Что самое сложное в тренировке? Лично для меня проснуться утром рано, идти в зал, наверное. Утром, например, просыпаешься, даже если немножко заболел, приболел. Думаешь, нет, не пойду сегодня в зал. Лучше дома отдохну, восстановлюсь. Но потом, не знаю, уже как-то встаёшь на автопилоте и уже понимаешь, вот ты уже к залу подходишь. Ты уже зашёл, ты уже тренируешься. Что вам даёт стимул тренироваться, продолжать, не бросать? Ну, я не знаю, без спорта я уже как-то не могу. Всё равно, если даже недельку ты пропустишь по состоянию болезни, если вот ты болел немножко, ты грипповал, уже душа сама бьётся в зал, уже вот прийти, позанимался. Уже, не знаю, чувствуешь себя совершенно по-другому. Расскажите про питание во время тренировок, во время подготовки. Вы знаете, я 7 лет работала поваром, мне очень трудно было держать свой вес, но нужно всё равно правильно питаться. Даже если ты не спортсмен, даже если ты не занимаешься спортом, для своего здоровья нужно обязательно питаться очень правильно. Потреблять, например, не через чёрто много калорий, как положено, например, так и нужно потреблять. Какие у вас планы на будущее? На будущее заниматься, тренироваться дальше. У нас в марте, так, в марте сейчас уезжают на пауэрлифтинг, в апреле у нас будет чемпионат Казахстана по жиму лёжа штанги. Готовимся сейчас туда и уже посмотрим, какое место возьмём, куда возьмём лицензию. Вы сказали, у вас детки. Да. Скажите, вы их приучаете к спорту? Ну, не знаете, у меня всегда, моя дочь, я с 5 лет со мной в спортзал всегда ходила, приходит, сперва на скамеечке сидела, смотрела, ждала. Потом с 6 лет она уже начала заниматься дзюдо. Сейчас вот она занимается дзюдо, уже вот у неё 5 медалей, 3-х мест. Она всё говорит, мамочка, когда же я первой стану? Я говорю, ну, дочь, тренируйся, это всё усердие, тренировки. Говорю, будешь хорошо тренироваться, уже потом результат на соревнования будешь получать. И вот так вот. А сын, он ещё маленький, но дома игрушечную штангу поднимает, играется, говорит, спортсменам будет. Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо.